Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Овациями в аэропорту Курумыч тольяттинские спортшкольники встречают своего кумира, земляка Сергея Сухарева. Пловец завоевал золотую медаль альтернативных паралимпийских игр. В Подмосковье Сухарев на дистанции 50 метров вольным стилем, кроме того, установил новый мировой рекорд 27,66 секунды. Автокатастрофа летом 2005 года разделила жизнь Сергея Сухарева на до и после. В той жизни подающий надежды спортсмен, чемпион Тольятти по плаванию. В этой 13-летний подросток, которому пришлось заново учиться улыбаться, ходить, говорить и плавать. Он преодолел все. В 23 выиграл чемпионаты России и мира, готовился побеждать на Паралимпиаде в Бразилии. Но Международный комитет игр запретил ему сделать это. Четыре года упорных тренировок, которые вообще в сравнении не идут с тренировками, наверное, здоровых спортсменов, потому что здесь преодоление в том числе своего заболевания. И медаль, и мировой рекорд. И все понимают, что эта медаль могла быть золотой паралимпийской, но пока такой не стало. Поэтому, конечно, для нас это очень важная победа. На альтернативной Паралимпиаде в России Сергей Сухарев решил доказать всему спортивному миру, что пасовать перед трудностями не в правилах российских атлетов. На водной дорожке в Подмосковье ему не было равных. Он сражался в первую очередь с самим собой. В итоге Сергей улучшил свое время и установил мировой рекорд. Впервые он проплыл быстрее 28 секунд. Мировой рекорд стоял 8 лет. И на этих соревнованиях, конечно, обидно, что мы не попали в Рио. Если бы мы выступали в Рио, где были бы полные трибуны, было соперничество, Сергей знает своих соперников очень хорошо, то, конечно, я думаю, он бы все сделал, чтобы выиграть и показать еще более лучшее время. Мировой рекорд тольяттинца в Бразилии побили двое. Китаец на 0,4 секунды. Он выиграл золото. Серебро досталось украинцу, и его результат всего на две сотые лучше Сухарева. Тренировки у рекордсмена мира по плаванию продолжаются. Впереди чемпионаты страны и мира, а через четыре года Паралимпиаду встретит Япония. Спортсмены надеются, что к этому времени Международный паралимпийский комитет разберется с допинговыми скандалами и допустит сборную России к играм в Токио. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин